Да, слушаю. Здравствуйте, а это Ольга Паук. Вы мне звонили сегодня. Я там сейчас на электронную почту получила вариант ответа письменного, так? Я бы хотела спросить, не отходя отказы, что есть законно и на какую статью вы ссылаетесь, говоря о том, что изъятие моего личного телефона было законным? В связи с постановлением о правиле... А что в постановлении? Хорошо, а мой статус, мой какой был по этому делу и вообще? Свидетелем я допрошена. Свидетелем я допрошена. А что подтверждает мой статус как свидетелем? Мне, например, в РОВД из Гомеля человек сказал, что мой статус должен был написан быть как законный представитель, который только доставляет доступ в квартиру. Каким образом я свидетель? Это не то, вам неправильно объяснили. То есть он некомпетентный? В этом вопросе законный представитель, это несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, либо законный представитель может быть еще у несовершеннолетнего. Хорошо, а почему у свидетеля тогда может быть отобран телефон? Там ничего не расписано, там только написано о том, что законно. А сошлитесь на что-нибудь? На основании постановления о проведении обыска был проведен обыск сотрудниками Октябрьского РОВД. Обыск проводился не мной. После изучения всей информации, которая мне была представлена из Октябрьского РОВД, я исключила ваши предметы из уголовного дела и вернула вам по принадлежности. И это только вчера было сделано? Только 30-го числа? Все предметы уже 30-го, те, которые приходили раньше с экспертных исследований, вам возвращались. А почему так долго держали? Просто сняли все подозрения еще 29-го марта? При изучении материала, после поступления их с экспертиз, они вам были возвращены. То есть мой телефон все это время находился на экспертизе? Экспертные исследования, потом анализ информации. А выводы по исследованиям и извлеченные информации могут быть предоставлены? Информации, представляющие для интереса нашего дела, там не обнаружено. Поэтому оно вам возвращено. Вообще, ответ абсолютно для меня непонятный. Я не могу понять конкретики. Я не понимаю, почему вообще это дело было заведено и не было предоставлено никакого материального подтверждения причастности нашей хоть какой-либо к этому делу. Вообще никакого. И теперь все законно. Первоначально следственные действия проводились в Октябрьском РУВД. Безъятие и иные следственные действия, так? Ну так. Но когда я к ним обращаюсь, они меня отправляют, что все в Гомеле, мы ничего не знаем. Но там, по-другому, в данном момент находится у меня. Поэтому после изучения всей информации, в связи с тем, что не было информации, которая имеет для данного уголовного дела значение, данные предмета были исключены и возвращены вам по принадлежности. Два месяца это все заняло. Большой объем компьютерной техники изучался. Проводились исследования, после чего мной лично изучалось данный объем компьютерной техники. Скажите, а есть вообще, какое основание было включать Андрея Паука и меня вообще в это уголовное дело? Первоначально вами задавались данные вопросы следователям, которые вас попрашивали? Да, естественно. Почему вы свидетель по уголовному делу? Я не знаю, кто. Потому что РОВД мне говорит, что я законный представитель, а кто-то мне говорит, что я свидетель. А когда проходил обыск, мне вообще не ответили, какой мой статус, когда мне давали на подпись. Из чего я вижу из материала уголовного дела вы свидетели? Вы допрошены в качестве свидетели. Ну хорошо, ну пускай я буду свидетель. Свидетель – это лицо, которое умеет со основания предполагать, что ему может быть известно что-либо по материалам уголовного дела. В частности, кто от имени вашего супруга мог направить данное сообщение в адрес государственных органов. Хорошо, если... Но это я предполагаю, я сам исключительных действий не проводила. Из чего я слежу? Ну просто я вообще непонятно, почему именно к нам пришли, каким образом была установлена причастность какая-либо вообще наша к этому делу. Неужели вот такое... Ну это в первоначальных материалах, которые предоставляли следователи должны быть... Ничего там нет. Я вам в сегодняшний момент, то, что находится у меня в производстве, я вам могу объяснить поэтому. Все ясно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.